Здравствуйте! Вы смотрите специнтервью на Одинцовском телевидении. И сегодня гость нашей программы, заместитель начальника отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Андрей Юрьевич Таганов. Андрей Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Андрей Юрьевич! Ну и обычно, когда Андрей Юрьевич у нас в студии, разговор в первую очередь у нас идет о профилактике, о борьбе с имущественными преступлениями, с преступлениями против имущества граждан. Сегодня хотелось бы эту тему сузить до, скажем так, до такой тематики, как квартирные кражи. Потому что лето – это, как известно, время, когда активизируются именно квартирные воры, домушники, пользуясь отсутствием граждан. Итак, Андрей Юрьевич, в нескольких словах опишите все-таки вот эту сезонность, что такое лето и почему именно летом квартиры становятся объектом повышенного внимания со стороны преступников? Ну, хотелось бы отметить, что мы с вами понимаем прекрасно, что летом – это период отпусков. В период отпусков люди у нас где-то с мая месяца начинают уезжать. Кто-то на даче, да, за город, кто-то в отпуск за границу, либо там где-то по нашей стране. И в основном наши квартиры с вами остаются без внимания собственников, а то есть в первую очередь на них обращают внимание – это преступники наши, которые видят, что собственник уехал, что давно в квартиру никто не ходил, либо высматривают квартиру и понимают, что за данным имуществом на протяжении какого-то времени нет наблюдения. – Вообще квартирная кража – это такой стресс для потерпевшего, мощнейший, да, такой плевок, можно сказать, в душу, что называется, зашли посторонние люди, рылись в вещах там и так далее, ну, вообще, потери имущественные, да. Что можно сказать о квалификации квартирных воров, насколько серьезна эта категория преступников? – Ну, как таковой квалификации нету, потому что на сегодняшний день квартирные воры, мы не можем знать, как будет действовать преступник. Мы должны понимать прекрасно, что когда мы покидаем свое имущество дальше, значит, в первую очередь это надо закрыть все форточки, все окна, тщательно закрыть входную дверь, ну, и предусмотреть заранее установкой сигнализации на квартиру для того, чтобы сберечь свое имущество, для того, чтобы имущество никто не проник, ну, и предотвратить квартирную кражу. – Ну, вообще, насколько я знаю, это действительно высокая квалификация обычная. Люди, которые занимаются квартирными кражами, ну, люди, преступники, злоумышленники, да. И вот вы сказали об установке сигнализации, если квартира сигнализации не оборудована, то это практически, ну, что называется, дело только времени, да, вскрыть такую квартиру, попасть в нее, обнести. – Ну, мы с вами понимаем прекрасно, что любой замок, любая личинка – это просто необходимо количество времени для того, чтобы его вскрыть, да, любого класса замок, третьего класса, четвертого, от разрушения вскрывается, независимо просто от времени. Когда установлен сигнализация, когда установлен некий маячок о том, что сигнализирует, или красная лампочка, как в народе говорится, о том, что сигнализирует, что в квартире стоит сигнализация, и квартира под охраной Росгвардии, да, преступник, перед тем, как совершить свое деяние, он сначала осматривает, смотрит, следит за квартирой, в каком состоянии, как чего, может положить какие-то метки, ну, например, там, спичку, косяк двери или еще что-то. А если эта спичка пролежала неделю и никто ее не тронул, значит, уже собственника давно нет. В связи с этим уже преступник может идти и совершать преступление. Когда он увидит, что квартира находится под Росгвардией и горит некий маячок, да, то он уже, наверное, обойдет квартиру стороной и не совершит преступление по данной квартире. Я помню цифры на подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2019 года в Межмуниципальном управлении МВД России Одинцовской, в управлении полиции нашим, прозвучала такая статистика 65 квартирных краж за первые полугодия было совершено на территории Одинцовского городского округа. Что касается статистики по тем квартирам, которые стоят, которые оборудованы сигнализацией, выведены, стоят на пульте централизованного наблюдения в вашем отделе, по ним какие данные? Ну, все квартиры, которые стоят на пульте централизованного наблюдения за 2019 год, они все были сохранены. То есть, квартирный краж за прошлые года, скажем так, за 2016, 2017, 2017, 2019 годы, квартирный краж не было, конечно же, и это исключено. Попытки проникновения не всегда будут, потому что преступник не знает, насколько и как качественно она стоит под охраной. Преступник путем скрытия входной двери отжима проник в квартиру, услышал звуковой сигнал, свирель, оповещение и убегает тут же, сразу бросая имущество, чтобы скрыться от Росгвардии. Андрей Юрьевич, я насколько понимаю, первая все-таки ваша задача – это сохранить имущество граждан. И уже потом, в случае успеха определенного, задержать этого злоумышленника. То есть, первое – это все-таки сохранность имущества. Не допустить кражу в квартиру, конечно же. В первую очередь необходимо сохранить имущество гражданина и не допустить проникновения правонарушителей в квартиру. Ну, вообще, я так понимаю, что правонарушители бегают очень быстро, потому что группа немедленного реагирования, насколько я знаю, по городу от пяти минут прибывает. То есть, за это время преступник успевает уже, что называется, сделать ноги. Вообще, какие нормативы, через сколько ваши сотрудники должны прибыть на объект в случае получения тревожного сигнала? Ну, все зависит от того, в какой черте города находится данная квартира. То есть, это может быть, если в черте города Одинцово, то это 5-10 минут. Если это уже там микрорайоны, например, как Трехгорка, микрорайоны, как Гусарская баллада, Лесной городок, то там до 15 минут. Но все равно этого достаточно для того, чтобы преступник оставил свои преступные намерения. Ну, преступник даже уже при виде некого датчика на входной двери и некого звукового сигнала, он уже понимает, что у него осталось очень мало времени. Что касается технических сил, технических средств, которые обеспечивают охрану имущества граждан, что вы здесь можете предложить, насколько они вообще по карману граждан? Понятно, что в любом случае это дешевле, чем подсчитывать потом убытки в случае воровства из квартиры. Но, тем не менее, насколько они доступны, насколько они могут себе их позволить, граждане рядовые? Мы своим клиентам предлагаем многорубежную охранную сигнализацию, то есть это и рубежи, и входные двери, это рубеж, и оконные проемы, это рубежи, и объем помещения, и это рубежи, как тревожные сигнализации. Эту данную комплекс мы всем предлагаем, стараемся клиенту убедить на то, что нужно не только одну входную дверь ставить, но и помещение, так как возможно проникновение через оконные проемы. В многих новостройках на сегодняшний день балконные блоки совмещены с соседскими блоками, и есть такие случаи, когда клиент делает ремонт в квартире и уже заезжает туда, а соседняя квартира без ремонта, и происходит квартирная кража через балконный блок соседней квартиры. В связи с этим мы рекомендуем заблокировать квартиру в полном объеме и уже достойно охранить ее. Ну и что касается, скажем так, эффективности этих средств, то есть я так понимаю, что развитие техники не стоит на месте, и те средства, те приборы, те оборудования, которые вы используете, оно на сегодняшний момент наиболее эффективное и наилучшее соотношение цены и качества. Ну, мы говорим с вами о том, что оборудование, которое мы сейчас рекомендуем установить, оно прошло все испытания, и мы используем только российское производство, то есть придерживаем российского производителя. Обойти то оборудование, которое установлено в квартире, практически невозможно. Андрей Юрьевич, я знаю, что квартира – это только часть вашей большой работы, задач по сохранности имущества граждан, и я знаю, что центр слежения за автомобилями – это тоже ваша компетенция. Вот что касается защиты автотранспорта, тоже бич, можно сказать, современные угоны, похищение транспортных средств. Здесь вот что вы можете предложить и насколько эффективно вы работаете? Мы можем предложить, на сегодняшний день есть система, комплекс такой «Алмаз», мы уже много говорили об этом с вами, да, но этот комплекс у нас сейчас установлен в Главном управлении Росгвардии по Московской области. Они за счет этого комплекса сегодняшний день мониторят за всей Московской область, за всеми автотранспортами. Мы берем не только автотранспорт физических и юридических лиц, но и каршеринги у нас есть под охраной, и какие-то лизинговые машины есть под охраной. Последний случай у нас с вами был, когда в микрорайоне Трегорка автомобиль каршеринга был скрыт злоумышленниками, попытка была угона его, преступник попытался на этом автомобиле скрыться, начал движение. При помощи системы мы заглушили автомобиль, и в течение пяти минут прибыл туда экипаж, который задержал данного гражданина. То есть, в принципе, вы можете обеспечить и сохранность транспорта на высоком уровне? Ну, мы, и не только транспорт, мы можем гарантировать сохранность любого имущества. Андрей Юрьевич, знаю, что вопрос комплектования – это всегда достаточно актуально для силовых структур, работа сложная, нервная и так далее. Вот сейчас у вас, какова комплектность, ведете ли вы поиск новых сотрудников, насколько вообще актуальна эта сфера? Ну, как в любом другом предприятии, текучка все равно есть, да, кто-то увольняется, кто-то приходит вновь на работу. Мы, конечно же, хотим предложить гражданам Одинцовского городского округа прийти служить в элитное подразделение Росгвардии. Служба у нас, конечно же, непростая, да, связана с определенным риском для жизни сотрудника. Мы прекрасно это понимаем, берем профессионалов своего дела, то есть, мы берем, как минимум, гражданина Российской Федерации, который прошел срочную службу и готов работать подразделением. Ну что ж, Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Я думаю, что, послушав вашу информацию, многие жители все-таки задумаются над постановкой своих квартир на охрану в отделе вневедомственной охраны Росгвардии. И таким образом риск квартирных краж и количество квартирных краж в нашем Одинцовском городском округе наверняка снизится. Я хотел, Петр Юрьевич, обратиться к жителям Одинцовского городского округа. Все, кто будет иметь желание прийти к нам на службу, либо поставить свое имущество под сигнализацию. Наш адрес – город Одинцов, улица Садовая, дом 15. Дежурный офицер, он круглосуточный, он может принять любую заявку, к нему может обратиться любой гражданин. И наш телефон – 495-596-3060 или 599-6190. Спасибо еще раз. Я напоминаю, что вы смотрели специальное интервью на Одинцовском телевидении. До новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует...